Всем привет, это канал More Games More Fun. В этом видео я расскажу вам о всех способах установки любых модов для автосимулятора BeamNG Drive. Подписывайтесь на канал и не пропустите новые ролики из рубрики, в которой рассказывается о лучших модах для этой игры. Вышло уже много видео о модификациях карт, автомобилей и много чего еще. А теперь погнали! Если вы счастливый обладатель лицензионной версии BeamNG, то установка модов может осуществляться сразу несколькими способами. Первый, самый простой и быстрый происходит непосредственно в самой игре. Достаточно лишь перейти в главном меню во вкладку репозиторий и откроется список модов, размещенных на официальном сайте beamng.com. Справа есть удобная сортировка и поиск, а нажав на любую модификацию откроется более подробное описание со скриншотами. Для установки достаточно лишь нажать клавишу подписаться, либо кликнуть на плюсик в общем меню. После этого мод будет скачан и установлен в автоматическом режиме. Второй способ заключается в том, что установка происходит непосредственно с официального сайта beamng.com. Сами модификации и описание к ним будут идентичны первому способу. Однако в таком варианте есть возможность скачать файл с модом в формате zip отдельно, нажав на кнопку Download Now. Это может пригодиться в том случае, если вам нужно перенести моды на компьютер, не обладающий выходом в интернет. Если нажать на кнопку Subscribe, то будет запущена beamng, если она до этого не была активна. И также начнется загрузка и установка модификации. Для обладателей как лицензионной, так и пиратской версии доступен еще один способ установки. Можно все так же воспользоваться сайтом beamng.com и скачать заинтересовавшие вас моды. Для загрузки могут сгодиться и другие сайты, а также паблики ВКонтакте. Для активации мода нужно перенести загруженный архив в папку mods, находящийся в зависимости от версии в разных директориях. Если у вас версии игры 0.21 и старее, то перенесите скачанные моды по первому пути. Если установлена версия 0.22 и новее, то по второму. В последнем случае не забудьте активировать отображение скрытых папок в системе, если не сделали этого ранее. Перенесите загруженные zip архивы, при этом ничего не распаковывая. Если вы сделали все верно, то папка mods будет выглядеть похожим образом. Если мод совместим с вашей версией игры, то он появится во вкладке моды, в которую можно зайти, нажав на кнопку репозиторий в главном меню. Здесь же можно не только удалить любую установленную модификацию, но и временно скрыть ее. Соответствующие кнопки находятся справа от каждого мода. Стоит еще упомянуть один нюанс, связанный с обновлением 0.22. Именно начиная с этой версии, все моды после каждого последующего обновления игры будут деактивированы, и их придется повторно включать. Сделано это для более стабильной работы игры, ведь некоторые модификации, не успевшие обновиться под новую версию BeamNG, могут сделать игру нестабильной. Также с этой версией не только изменили директорию пользователя, хранящую в том числе и папку с модами, но и теперь можно вручную выбрать ее расположение, нажав на пункт управления пользовательской папкой при запуске игры. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Если это так, то лайк, дизлайк, отписка, колокольчик. Не забывайте смотреть наши другие интересные ролики на канале. А пока, всем пока и до новых встреч!